Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Сегодня я буду презентировать мой доклад. Вот этот тем, ну, как длинная тема. Но давайте, ну, сейчас я хочу немного сказать о мне, что заранее прошу прощения, потому что, ну, как, мой русский язык, это не так хорошо. И у меня очень много ошибок по грамматике и тоже на ударении. Так, заранее прошу искреннее прощения, если потом, когда я говорю, что, конечно, там грамматики как хаос. Я еще два года, ну, русский язык считаю как тяжело. Ну, сейчас пока тоже учусь, учусь и учусь, но все равно там есть ошибки еще. Давайте начнем. Вот, публичная дипломатия тогда и сейчас. Вот это мы можем знать, какая это публичная дипломатия. И это есть старый метод, есть новый метод. А старый метод, ну, обычно в условии конфликта, там войны, это где-то лет, а, сто лет назад, когда одна страна хочет как-то распространять ей идеологию, идею другому страну, но через вот такую жесткую силу. Ну, а здесь есть новый метод. Это уже сейчас у нас мир, больше нет войны, нам надоела уже война. Ну, условия сейчас более кондустивные, и тоже целые. Раньше целые только для политики, а сейчас целые больше для экономики, а не только политики. Тоже более сфокусированы, как это можно улучшить отношения между странами. Стратегии. Раньше только, ну, как это, жесткая сила, а сейчас больше как мягкая сила, более эффективные, более интересные, ну, как дружелюбые. Тоже раньше исследования. Раньше публичная дипломатия не так сфокусировалась на исследовании, это вообще не важно. Важно, когда идея распространяется в другой стране. Но сейчас исследование очень важно. Например, нам нужен отзыв из, например, из туристов, которые раньше были в нашей стране, как отзывы от них, как они, когда они были в России, им нравится или не нравится, как имидж России в голове туристов, как это. А каналы, я раньше только, ну, государственные каналы, а сейчас государство можно использовать даже тоже частные люди или, ну, другие, даже обычные люди можно быть участвовать тоже в деятельности публичной дипломатии. А бюджет раньше, ну, только тоже из государства, а сейчас бюджет из разных источников. Можно и тоже из частных, можно и тоже даже индивидуальный бюджет, например, кто-то любит Россию, и он богат, и можно, ну, как это, донации, через донации можно тоже. секундочку. Вот, национальный брендинг. Какая связь между национальный брендинг и публичной дипломацией? Национальный брендинг – это как средство или способ мягкой силой, тоже, и, конечно, взаимосвязанной из публичной дипломатии, особенно в матерное время. Вот это дефинитивный национальный брендинг. Я взяла из предыдущих исследований. Ну, как брендинг, как компонент, связанный с публичной дипломатией, а также направление на создание сильного имиджа этой нации или страны, через ее уникальные качества и характеристики. Одним из наиболее эффективных и интересных способов в брендировании страны является туризм. Ну, как? Почему нам нужно использовать туризм как средство? И моя идея – это через туристический маршрут. Здесь есть несколько плюсов, когда мы используем туристический маршрут, как способ брендирования. Вот это первый. Они могут знакомить и продвигать образ славянских стран и иностранцев. Это может способствовать к лучшему межкультурному общению, пониманию и отношениям между людьми из других стран и славянским народом. Вот. Люди иногда говорят, если вы не познакомитесь, то никогда не появилась любовь. Например, когда есть Индонезия, это далековато отсюда, и люди вообще у них нет идеи, какая это славянская страна. Даже когда я сказала моим одноклассникам, что я люблю Хорватию, я люблю другие славянские страны, и одна моя подруга, она сказала, что а что это Хорватия, а не где это? Я могу понимать, если она спросила, где это Хорватия, может быть, она не поняла. Но что это Хорватия? Это еда? Ну, как это? Это в Индонезии бывает. И тоже я слышала мой друг даже сразу спросил от меня, а, что, Габриэла, ты любишь Россию? Да, я люблю Россию. А, Россия это внутри Сербии? Извините, но он вообще не понимает. И в конце концов я сказала, ну, как это можно, но понятно, что он перепутал Сербии и Сибири. Сибири. И вот поэтому он думает так. Но может быть для вас это очень смешно, потому что вы все живете в Европе. Славянские страны это уже как ежедневно вы можете слушать об этом. Но в Индонезии может быть тоже далеко в Америке или где-то Африке далеко отсюда люди вообще не знают. И вот поэтому нам нужно как это брендирование через туризм привлекать больше людей, чтобы упознать, что это славянский стран и потом любить и потом ну, как это позитивнее влияние. И номер два это туристические маршруты могут показать иностранцам, что славянские народы и страны гордятся своим культурным и наследием и смогли сохранить это хорошо. Потому что я сейчас смотрю, ну, я не хочу сказать негативные вещи от других стран, но вы знаете, другие страны не ваши страны, не наши страны, но другие страны, они не могут содержать свои культуры. Вы знаете, там где в несколько стран церковь красивые, как в ряде, красивые храмы променилась как библиотеки или другие публичные места. Это мне так жало, потому что это часть нашей культуры. Мне так жало. Но здесь, слава Богу, это не бывает. Здесь в славянском народе я так снимаю шляпу, что вы можете и умеете сохранить свою культуру. Это прендинг, чтобы показать другие люди, особенно иностранцы, что вы можете сохранять свою культуру. А номер три, это потом эффект, что туристические маршруты в дальнейшем создают имидж славянских стран как хорошие культуры устойчивые туристические направления. Эти туристические маршруты могут придать славянскому страну имидж как хороший пример сохранения культуры наследия. Тем самым поощря мир применять принципы устойчивого туризма в будущем. А почему я выбираю культурное наследие? Они например природные. Потому что природные, хотя у нас есть уникальные природные наследия, но природные это мы можем увидеть озеро, другие страны тоже озеро, море, пляж, то же самое, хотя уникальные, да, но то же самое, а культурные это более уникальные. И тоже современный туризм принимает решение о выборе зависимости от того, если назначения отвечают их потребностям, так как они смотрят, если предложение обеспечивает незабываемое печатление, вот это нам нужно сделать сразу, ну, как печатление, через мероприятие, через туру тоже. и современные туристы хотят познакомиться с местной культурой, они хотят пообщаться с местным народом, познакомиться с национальным поклором, кастрономией, посещать фестивали, музеи, галереи и так далее. Вот это карта Хорватии, у них туризм очень развивается, но я могу сказать, что не во всех областях или как это, круг, не, край, или не все области. Развивается только, как вы уже знаете, это только на Далматинский пляж, на берег Далматинский и тоже Загребе. А остальные, вот часто восточной Хорватии и тоже северной Хорватии, ну, не очень не так развивается. И вот это Дания прибытия туристов округа. Вы здесь можете смотреть, ну, эти высокие проценты, это из области, которые находятся на берег Далматии. А остальные, которые вот это ниже, после нуля, это все. Дорогая Габриэла, к сожалению, время ваше истекло. Большое спасибо. Есть ли какие-то вы можете дать рисунный финал, чтобы мы поняли, к чему вы пришли. Финал и, к сожалению, полтретья. Ага, ничего. Это славянский форум, поэтому здесь никакого порядка нет. Финал когда-то закрыт. да. Ну ничего, это просто маршрут. Ну вывод, маршрут, это я составил маршрут здесь в Королево хорватске, а здесь тоже в центральной. Конкретно разработанные маршруты, да? Для брендирования вы предлагаете уже конкретный трафик. Да, и все брендирование, чтобы люди понимают, что... А мы можем это потом еще где-то увидеть, да? Вот сейчас уже нет времени все это разбирать. Ну да, да. То есть это еще можно где-то будет посмотреть? Можно. У вас есть какой-то интернет-ресурс какие-то? Или это пока информация, ну, скажем, в стадии разработки? Типа исследования или... То есть вы это исследование еще пока продолжаете? Да, пока продолжаете. Тогда будем ждать результатов. Да. Именно с конкретными предложениями, потому что это, в общем-то, это не это не это это .